Поймал хайп. Пресс-секретаря губернатора региона номинировали на престижную общественную премию. За речитатив в ответ рэперу Гнойному. Так Дмитрий Федичкин ответил музыканту за оскорбление Челябинска. Напомню, Гнойный во время своего выступления назвал город столицей СПИДа. Эту новость я прочитал, когда я ехал в машине в аэропорт. И у меня действительно возникла идея, что в принципе можно было бы ответить. Ответить той же самой стилистике, в которой, скажем так, привыкло это сообщество общаться. Первый ответ я написал на борту самолета, но еще перед вылетом. Я написал его, отправил, спокойно выключил телефон. И когда уже вылетел в Москву, там уже было вот это количество звонков. Речитатив пресс-секретаря Бориса Дубровского вызвал общественный резонанс. И этот рэп-баттл стал номинантом премии «Итоги года Урала и Сибири». Всего 20 номинаций, в которых представлены политики, общественные деятели, социальные проекты и крупнейшие компании. В финальный список претендентов попали 221 человек. 49 из них – южноуральцы. Так, в списке губернатор региона Борис Дубровский претендует на победу в номинации «Стратегия года» за разработку плана развития области до 2035 года. В номинации «Пиар в политике» участвует его заместитель Руслан Гатаров. Его отметили за поддержку крупного федерального проекта по строительству высокоскоростной магистрали. А вот глава города Евгений Тевтелев номинирован на общественную премию за борьбу с шаурмой. Этим летом он объявил войну ларькам, где готовят это восточное блюдо. «Это может быть некая значимость мероприятия, которая может быть не так широко освещается, но, например, имеет большое значение. То есть какие-то инвестиционные проекты, сделки года, слияния года». Победители премии станут известны в конце месяца. Церемония награждения пройдет в Тюмени. Продолжение следует...